ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2019 году мы его провели. Первый раз он назывался открытый турнир городского округа Красногорск по Кроссфиту. У нас было 5 регионов и 105 атлетов. И после этого у меня зародилась идея, что надо это будет масштабировать. После того, как мы провели масштабное мероприятие, я считаю, в 7 регионах России, 23 февраля, у нас одновременно облилось холодной водой тысячи человек. Вот. И оно было именно в формате телемоста. После этого я принял для себя решение, что помимо обливания в формате телемоста можно также делать и такой турнир, как по Кроссфиту. Хотя, если взять основной вид спорта клуба в Ярополке, да, это у нас рукопашный бой. Если взять рукопашный бой в формате телемоста проводить, это, наверное, ну, это не то. А вот обычные упражнения, почему бы нет? И в результате мы выиграли грант в Министерство спорта Российской Федерации. Это все одобрилось. И вот уже как 4 месяца мы подготавливаем данный наш турнир. Илья Сергеевич, перед тем, как мы продолжим с вами разговор, я предлагаю посмотреть ролик о вашем турнире. С удовольствием. В начале осени спортивно-патриотический клуб Ярополк при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и федерального проекта «Спорт. Норма жизни» представляют вашему вниманию межрегиональный турнир по Кроссфиту в формате телемоста. Состязание пройдет одновременно в таких городах, как Красногорск, Улан-Удэ, Курган, Архангельск и Ульяновск. Сила и выносливость, быстрота и ловкость. Лучшие атлеты регионов встретятся в честной схватке за право быть лучшими. 3 сентября в пяти регионах России. Соревновательный дух и азарт победы. Спортивные конкурсы, ценные призы и обширная развлекательная программа. Это праздник спорта, семьи и здорового образа жизни. Приглашаем к участию и поболеть. Участие бесплатное. Запись на турнир обязательно на официальном сайте вкроссфите.р Начало регистрации участников в Красногорске в 11.00 по адресу улица Ленина, дом 3, площадь Дворца культуры Подмосковье. Старт турнира в Красногорске в 12.00. Начало регистрации участников в Улан-Удэ в 16.00 на площади Советов. Старт турнира в Улан-Удэ в 17.00. Начало регистрации участников в Архангельске в 11.00 по адресу проспект Ломоносова, дом 252, стадион Трут. Старт турнира в Архангельске в 12.00. Начало регистрации участников в Кургане в 13.00 на Троицкой площади. Старт турнира в Кургане в 14.00. Начало регистрации участников в Ульяновске в 12.00 на территории Дворца спорта «Волга Спорт-Арена». Старт турнира в Ульяновске в 13.00. Друзья, до встречи 3 сентября в 5 регионах России. Ведь спорт – это биение твоего сердца, твое дыхание и это твой ритм жизни. Ну, заметно, что многие атлеты, ну, прям заряженные такие. Причем не только говорю про их кондиции, а вот прям эмоции, как они отдаются выполнению каждого комплекса. Вот мне что интересно. Вообще, как мне кажется, слово «кроссфит» для жителей нашей страны, ну, это что-то такое иностранное, что-то новое, не до конца понятное. В функциональном многоборе здесь как бы все ясно. Вообще, насколько, по-вашему, этот вид спорта сейчас популярен у нас в стране? Но данный вид спорта набирает обороты. Есть у нас федерация всероссийская, которую возглавляет Барымов Алексей. У нас на данный момент 24 федерации, которые представлены в регионах. И еще 8, обращаю внимание, что именно 24 аккредитованные федерации. И еще 8 федераций вот сейчас на подходе. Также у них есть еще международная федерация функционального фитнеса, которая в себя включает именно 52 страны, то есть 52 государства. Вот, это все развивается. Просто слово «кроссфит», оно, естественно, оно такое англоязычное слово, которое прошло из Америки. А именно как вид спорта он в России не существует. И вот именно в России его назвали функциональным многоборьем. Федерация, она недостаточно, она достаточно молодая, сколько там, ну ей несколько лет. Но все равно Алексей со своей командой все это продвигает. Вот, я сейчас подключился, соответственно, наверное, в его команду. Мы тоже это стараемся продвигать. Поэтому, но, как вы обратили внимание, мы в рекламе именно упомянули слово «кроссфит», потому что оно, в принципе, короче. И по большей части люди знают это слово. В функциональном многоборе они еще не привыкли, потому что федерация только развивается. Но я уверен, что в ближайшее время функциональное многоборье будет на таком же слуху, так как и слово «кроссфит». Ну вот, говоря про популярность, мне даже было любопытно услышать ваше собственное наблюдение. Вы же вот ваш турнир уже организовываете не первый год, а не первый раз. Но даже банальное количество участников, оно увеличивается, держится там плюс-минус на одном уровне, уменьшается, не знаю. Я вам так скажу, в 2019 году, когда мы проводили, у нас из 105 человек, образно говоря, 70% это были обычные люди, которые поддерживают здоровый образ жизни. Они по утрам бегают, они ходят там в тренажерку для себя, там качаются. Это не профессиональные атлеты по кроссфиту. И как я провел наблюдение, это обычные люди, которые просто захотели себя испытать. А когда есть еще и хорошие подарки, кстати, на этом турнире будут тоже достаточно хорошие подарки в пяти регионах, я уверен, что в любом случае будет большая часть людей, которые непрофессионально занимаются. Когда мы организовывали этот турнир, естественно, я выходил на администрацию региона и непосредственно на представителей Федерации функционального нагоборья в данном регионе. Вот в Бурятии пока этой федерации нет. Во всех остальных округах она представлена. В Хургане она буквально молодая, ей всего лишь только два месяца. В Архангельске достаточно сильная федерация, у них даже и чемпионы есть. Потом в Ульяновске тоже сильная федерация. В Московской области она еще официально не зарегистрирована, но это только будет. Хотя, в принципе, сама федерация Всероссийская находится там от Красногорска, но в районе Тушино, это, в принципе, рукой подать. Поэтому я уверен, что это обычные люди, которые просто придут, которые поддерживают здоровый образ жизни. И мы при этом сделали упражнения, которые могут выполнить все. Вот есть уникальные упражнения, которые проводятся, которые, точнее, идут в перечне упражнений в турнирах по кроссфиту. Это, допустим, ходьба на руках. Но не каждый человек, который поддерживает здоровый образ жизни, может пройти на руках. Есть еще определенные моменты. Поэтому мы сейчас выбрали 9 наиболее значимых упражнений. Человек, даже не занимающийся кроссфитом профессионально, а просто имеющий хорошую функциональную подготовку, поверьте мне, может даже выиграть чемпиона России по функциональному многоборью. — Вы сказали, что в 2019 году, в первый год, когда проводилось мероприятие, было чуть больше 100 участников. Вот в этом году сколько планируете? — В этом году, ну мы планируем, в Красногорске на данный момент записалось около 80 человек. То есть я планирую где-то 150. Ну и в принципе в регионах тоже должно быть до 100 человек. То есть это от 70 до 100 человек. То есть в общей сложности мы планируем собрать именно 600 участников. Но для нас это как маленькая репетиция, потому что мы делаем первый раз в пяти регионах в формате телемоста. Да, формат телемоста. Это на каждой площадке будет установлен экран, и люди и зрители будут видеть, что происходит. У нас будет синхронное открытие, то есть приветствие регионов. Звук будет идти из Красногорска. Ну там тонкие технические сложности. Но самый главный момент, что это в четырехчасовых поясах, в Улан-Удэ плюс пять часов, в Кургане плюс два часа по отношению к Москве, в Ульяновске плюс час, и Архангельск и Красногорск, они находятся все на одном часовом поясе. То есть четыре часовых пояса. И вот это на самом... Разная температура. Я очень сильно надеюсь и переживаю, что в этот день во всех регионах не будет дождя. Для нас это самое главное, потому что турнир будет происходить на открытом воздухе. Ну дополнительные испытания для участников. Получается, что так. Ну вы знаете, мы все равно делаем больше акцент еще и на массовость, не только на участников, а на людей, на зрителей. На гостей. А зрителей-то, естественно, будет в разы, намного в разы больше. Потому что у нас каждая площадка, она будет подразумевать под собой различные активности. Ну вот об этом мы еще отдельно поговорим. Мне вот очень хочется узнать, но мы знаем, что турнир пройдет не в обычный день. Это очень важная дата, в день солидарности в борьбе с терроризмом. Почему выбрали именно эту дату? Повторюсь, значит, Ярополк уже организовывает это второй турнир. И уже второй турнир, он именно всероссийский. Для таких турниров обязательно летнее время, чтобы привлечь как можно больше людей к занятию спортом. Это даже федеральная программа, что в 2030 году на 70% занималась страны спортом. Потому что в закрытом помещении не столько можно народу собрать. Мы первоначально планировали это сделать к Дню России. Потом это все перенеслось на День физкультурника. Но по техническим моментам мы это все перенесли на 3 сентября. Потому что не успевали подготовить такое масштабное мероприятие. Ежегодно в клубе, в котором я возглавляю, 3 сентября, это такая значимая дата. Мы ее никогда не пропускаем. Она как бы просветительская. Потому что помимо спортивного сегмента, в том клубе, в котором я возглавляю, в клубе Ярополк, есть еще и образовательный сегмент. Начнем с того, что клуб зародился еще в 2010 году. И его создал я как ветеран подразделения Альфа, Центра специального значения. То подразделение, которое непосредственно освобождало заложников в Беслане. И, соответственно, тоже группа лиц, офицеров, действующих и офицеров запаса, которые все это начинали. В конце концов, остался как бы, ну, я один. Весь клуб, в принципе, знает, где я служил, но они равняются. И чтобы защищать свою страну, нам надо обладать, допустим, многими качествами. Но на одной из них, это прямо на слуху слышится, это сила и воля. Вот. В принципе, в кроссфите, точнее, в функциональном наговоре, сила и воля, они тоже достаточно нужны. Сила – это чтобы сделать упражнение, а воля – чтобы пройти дистанцию до конца. Наш турнир, я считаю, что является очень хорошей профилактикой экстремистских настроений среди молодежи. Потому что спорт, он объединяет. В процессе открытия турнира у нас будет, да, звучать гимн Российской Федерации, а также у нас будет минута молчания общая во всех регионах, где мы почтим память всех сотрудников силовых структур, которые боролись с терроризмом, и, соответственно, всех жертв, которые погибли в теракте. Наш турнир объединит достаточно очень много людей в пяти регионах. И это будет еще один хороший повод напомнить всем, какие трагедии пережила Россия и какую трагедию переживает сейчас. Вместе мы должны объединиться против зла и быть сильными. Ну, здесь вот любопытно узнать, будут ли какие-то образовательные, возможно, площадки на мероприятии. Вы сами уже сказали, что ожидается много гостей, не только участников турнира, но и гостей. Возможно, какие-то лектории, выставки, мастер-классы. Потому что одно дело заявить о том, что мероприятие будет в ту или иную дату, и совсем другая работа. Мы понимаем, что рассказать о том, что в нашей жизни, в современном мире, к несчастью, терроризм имеет место быть. Ну, вы знаете, в основном мы будем, конечно, об этом рассказывать на открытии, где будут выступать также ветераны подразделения, которые освобождали школу в Беслане. Скорее всего, создадим мы еще отдельную площадку, где будем рассказывать об истории терроризма. Это будет небольшое место, где будет рассказываться. Дальше также там у нас будут такие моменты, как разборка, сборка автоматов на время. Соответственно, победителей мы будем тоже поощрять. Если брать интерактивные площадки, развлекательные площадки, не то, что развлекательные, а именно интерактивные площадки в Красногорске, то у нас обязательно будет еще там зона шахмат. Она уже как бы более к спорту приурочена. То есть у нас профессиональный гроссмейстер, чемпион мира, будет играть там с пятью, шестью одновременно. Вплоть до того, что у него даже есть, по-моему, момент, что он с закрытыми глазами может играть. Но мы это с ним обсудим. Зона бокса, с учетом того, что у нас клуб единоборств, там будут большие сувенированные перчатки. Каждый может помериться. Будет отдельно стоять, допустим, турник. Кто больше всех раз подтянется и зрителей, и участников, и сделает выход силой, в конце получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей от спонсоров мероприятия. Различные аниматоры будут. Все это, конечно, будет тоже происходить в таком, ну, как сказать, современном стиле. Но при этом с 25-м кадром. Эффекта патриотики и, наверное, любви к всей стране. Вот вы сказали, что будут в числе гостей и ветераны боевых действий. Вот мне любопытно узнать, кого вообще ожидаете видеть на вашем турнире 3 сентября? Ну, на данный турнир, если мы берем по регионам, то по регионам, соответственно, там будут представители Министерства спорта регионов, это министры спортов, общественные различные политические деятели, спортивные деятели. Если возьмем Красногорск, это главная площадка, то в Красногорске будет заместитель министра спорта Российской Федерации, это Басилтанов Адес Хасаевич, глава городского округа Красногорск. Будут у нас ряд таких спортивных людей, как, допустим, Денис Гусев, он у нас является бассадором, он профессиональный бодибилдер. Потом также будет Денис Гусев, это профессиональный бодибилдер, чемпион мира. Это будет Юрий Голубев, тоже он достаточно известный человек в мире бодибилдинга. Ирина Гладкая, это 11-кратная чемпионка мира по армрестлингу и многократная чемпионка Европы. Это будет Арбузов Андрей, он заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион, призер Европы и мира по плаванию, подводному плаванию. Его супруга Светлана Колесниченко, она вообще трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Максим Топор Щербаков, он спортивный блогер, он будет как участвовать в турнире непосредственно, так ему будет предоставлено слово. То есть еще есть ряд определенных медийных личностей, которые мы приготовили приглашение. То есть в любом случае я уверен, что еще, как сказать, наверное, десяток добавится, чтобы прийти и посмотреть на все это. Ну, в общем, любому пришедшему, я так понимаю, 3 сентября будет интерес не только с точки зрения спорта, но и именно какой-то такой развлекательной части по присутствию на вашем турнире. Да, 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 конечно. Вот мы уже поговорили много о самом турнире, обсудили и дату, непростую дату, в которую вы решили провести ваши события. Поговорим о спортивной составляющей. Вот расскажите, кто сможет принять участие в вашем турнире? Ну, у нас по положению принимают, в принципе, получается, 3 возрастные группы. Мы их разделили. Это юноши 16-17 лет, это девушки все и, соответственно, мужчины 18+. В категории мужчин 18+, будет 4 весовые категории. Это до 70 кг, до 80, до 90 и свыше 90 кг. Объясню почему. Потому что на таких упражнениях, как жим-лежа и трастер, вес снаряда, он имеет, значит, точно такой существенный вес. И если вес снаряда будет трастера, допустим, 50 кг, для мужчины 90 кг, поднять его будет без проблем. А если мужчина будет весить 65 кг, для него, соответственно, это будет проблематично, поднять 50 кг. Поэтому в каждой весовой категории у нас, допустим, трастер, это уменьшаем вес, в котором он выступает, на 30 кг, а жим-лежа уменьшаем на 20 кг. У девушек и у юношей 16-17 лет веса будут снарядные в процессе выполнения трассы, они будут одинаковые. Неважно, юноша будет весить 100 кг в 16-17 лет, либо девушка, либо он 60. То есть там мы, в принципе, сделали такие, скажем, наверное, лайтовые веса, чтобы все могли пройти. А смысл какой? Будет 9 упражнений. Это трастер, второе упражнение у нас это рывок гирь, третье запрыгивание на, как сказать, на спортивную тумбу, четвертое это упражнение гребля, пятое это жим-лежа, шестое упражнение это рывок гантели, седьмое это аэробайк, надо будет проплыть, точнее проехать один километр, потом переворачивание покрышки и замыкаем это все бёрпи. То есть на каждом упражнении нужно сделать определённое количество раз. Чем быстрее ты пройдёшь эту трассу, чем меньше у тебя будет времени, тем больше вероятность, что ты займёшь первое место. Не выполнишь один раз, штраф в 30 секунд. В любом случае, всё положение по весам есть у нас во всех социальных сетях, у нас создана специальная группа ВКонтакте, где вы можете всё это найти. Илья, а вот какие-то возрастные ограничения есть? Просто я вот сейчас, когда мы видео смотрели, я обратил внимание, что там даже очень пожилой был участник, как мне кажется. Ну да, возьмём 19-й год, там было мужчине, ему, по-моему, было 62 года. Повторюсь, это обычные люди, которые просто хотят себя испытать. Спортивная страховка у нас, у кого спортивной страховки не будет, у нас будет работать страховой агент, на один день соревнований он будет всех страховать, там рублей 200 это будет стоить. А так самоучастие, оно абсолютно бесплатное, потому что многие соревнования, они официальные соревнования, они как бы требуют какого-то взноса. Наше мероприятие внесено в единый календарный план Всероссийских международных соревнований Министерства спорта Российской Федерации, поэтому у нас официальные соревнования. Но единственный момент, мы, конечно, за это разрядов не даём. Объясню почему. Потому что в функциональном многоборье есть определённые веса, то есть там строго 67, 52, что-то вот такое. Мы этого не придерживались. Мы сделали, в общем, образно говоря, допустим, по мужчинам разница 10 килограмм. Всё. Кто будет отвечать за судейство? За судейство у нас отвечает как раз представитель, он главный судья Федерации функционального на многоборье России. Он главный судья во всех регионах. Соответственно, в других регионах, где есть федерации, их судьи будут представлять. В Улан-Удэ тоже, как бы, судьи туда тоже приедут. То есть это будут профессиональные судьи. Это не обычные тренеры, а те судьи, которые периодически судят турниры по функциональному многоборью. Ну вот, очевидно, когда речь заходит о массовых мероприятиях, мы видим, что оно массовое, даже вот по тем роликам, которые сейчас транслируются, очень важен вопрос безопасности и участников, и гостей. Вот будет ли как-то организована безопасность? И как? Ну, конечно, естественно, как и любое массовое мероприятие, вначале проходят кинологи с собаками и несколько нарядов, соответственно, патрульно-постовой службы МВД. То есть я, в принципе, как член общественного совета при ГУВД Красногорска. То есть в Красногорске будет достаточно везде безопасно. В регионах то же самое. Все регионы уже за месяц уведомили МВД, что это будет мероприятие. И они в любом случае это все обеспечивают. А как будут обстоятельства дела с медицинским сопровождением? На каждой площадке будет дежурить бригады скорой помощи. То есть в любом случае, наверное, даже будет, скорее всего, две бригады. То есть одна машина. То есть если вдруг кому-то станет плохо, чтобы везли, чтобы врач обязательно другой остался на турнире. Вот. Оно имеет место быть, потому что многие могут себя, как говорится, наверное, не рассчитать свои силы. Там второго числа отдохнул и третьего пошел. Такую дистанцию проходить нужен серьезный заряд. Если ты, конечно, хочешь выиграть, у тебя сердцебиение будет очень-очень-очень частое. А если ты просто хочешь пройти, то есть тогда не сильно устанешь, но ты пройдешь. Вопрос только во времени. Еще один, как мне кажется, очень важный вопрос. Мы же понимаем, что вот вы тоже уже сами сказали, что гостей турнира будет намного больше, чем участников. Очевидно, что там люди будут и семьями приходить, кто-то, возможно, случайно мимо будет проходить. Станет интересно тоже присоединиться. Мы на это и рассчитываем, конечно же. Вот. И поэтому возникает вопрос. Отчасти вы уже начали отвечать на этот вопрос. Как планируете развлекать именно гостей, не участников? Участников будет чем заняться, и так понятно. А вот какие активности, площадки, локации? Ну, во-первых, в каждом, да. Нет, а аниматоры будут работать. У нас будут аниматоры, это такие, знаете, надувные куклы. Там медведь, панда, которые будут с ними работать. У нас, во-первых, в Красногорске и в других регионах будет работать еще бесплатно полевая кухня. Это гречневая каша с мясом, и чай будет раздаваться. То есть все зависит от порции. Я думаю, в любом случае они все это раздадут. Вот кому-то достанется, кому-то не достанется. Но не каждый, наверное, участник или зритель будет голодный. Но участники после прохождения трассы уж точно. Закрыть свои углеводные окна. Там надо будет больше пить воды. Также у нас есть, допустим, компании, которые закрывают нам, образно говоря, воду. Это компания Галамарт. Она поставляет воду именно, в принципе, участникам. А также энергетике. Для зрителя, повторюсь, еще раз так же. То есть они могут принять участие, если брать Красногорск. Это турник. Это интерактивная зона разборка-сборка автомата. Это, скорее всего, будет зона ГТО, чтобы сдать нормативы ГТО. Это интерактивная зона с точки зрения бокса, где выдаются большие суверенованные перчатки. Шахматы. Наверное, что-то еще придумаю. А, у нас еще будет стритбол. Забыл сказать. В Красногорске будет проходить стритбол. Мы сейчас ведем переговоры с известными медийными личностями, которые поддерживают этот вид спорта, чтобы они приехали и за счет своего присутствия могли, как сказать, еще больше привлечь команды стритбола. Команды стритбола мы тоже будем чисто символически поощрять. А, допустим, главных победителей этого турнира, они будут получать денежную премию. То есть, вот, четыре категории по мужчинам и по девушкам. Первое место у нас это 25 тысяч рублей. И строительный набор от компании «Ярмак». Это либо перфоратор такой, знаете, как говорится, для качка. А второе и третье места – это будут сертификаты от одной компании «Зенда». На 5 тысяч рублей второе место. И за третье место они будут получать 3 тысячи рублей. А этим командам тоже нужно изначально где-то регистрироваться, заявляться? Ну да, у нас специально создан сайт, его можно ввести как в поисковике, как на латине, так и на русском. В crossfit.rf – достаточно хорошее название, там полностью все описано. И там самое главное – регистрация. Регистрация абсолютно бесплатная, нам должны заполнить все графы. Им придет уже письмо с точной пометкой, где, что, как и быть. Но в любом случае они обязательно еще за час до начала турнира обязаны пройти вживую регистрацию, показать соответствующие документы, и, соответственно, их несут в список. Но это не только для тех, кто участвует в кроссфите, но и для тех, кто планирует играть в стритбол. Нет, кто в стритбол, нет, таких нет. У нас именно сайт создан только для регистрации участия в распространенной новой. А я вот имел в виду, поскольку вы так подробно рассказали, что будут и призовые места в стритболе. Ну, они будут, конечно, не денежные, они будут чисто символические, так скажем. А, все, я понял. Да, они не денежные будут. Это специальная площадка, чтобы создать просто побольше народу, чтобы люди видели. Еще раз говорю, задача, чтобы случайный человек, который пришел, вот он играет в стритбол, дай-ка я поиграю. И он увидит вот это вот, всю эту картинку. А вы знаете, когда люди одной идеей собираются вместе, и те люди, у которых идеи, может быть, плохие, за счет того увиденного, они свои плохие идеи перерабатывают в хорошие идеи. Непосредственно, как с точки зрения спорта, как я говорю, лозунг, так спорт объединяет. И с точки зрения, допустим, того праздника, который в честь чего, ну, это не праздник, это день, в честь того дня, который мы проводим этот турнир. Илья, были какие-нибудь трудности при организации турнира? Ну, они всегда имеют место быть. Это всегда абсолютно все мы люди. Кто-то там может обижаться, не обижаться. В принципе, с точки зрения Красногорска и всех регионов, я хотел бы очень сильно сказать спасибо главе городского круга Красногорска, Дмитрию Владимировичу Волкову, представителям администрации в регионах, это Курганская область, Архангельская область, Ульяновская область и Республика Бурятия, что в этом плане и братья и чиновников, они полностью поддержали именно этот проект, поддерживают. И для нас это, еще раз повторюсь, репетиция, чтобы в следующем году сделать, вовлечь еще больше регионов именно в Телемост. И в этом, еще раз повторюсь, наверное, та фишка, что он происходит одновременно, а не один день в одном месте, другой день в другом месте, а именно одновременно, несмотря на погодные условия. Ну вот, очевидно, что в функциональном многоборе очень сложный вид спорта. И вот вы уже сами тоже сказали, что основная задача, это чтобы люди, которые, допустим, будут случайно проходить мимо, чтобы им стало интересно, чтобы они пришли на ваш турнир, может быть, если не в этом, то в следующем году принять участие, ну, именно прям как участник, как спортсмен. Вот, есть ли у вас какое-то собственное наблюдение, как вообще люди реагируют на данный вид спорта, он ведь очень сложный и при малой и неправильной подготовке очень опасный. Вы знаете, я бы не сказал, что он очень опасный в этом плане. У нас, в принципе, в любое занятие оно может быть абсолютно опасным. Но, допустим, я проанализировал, если вот мы проводим профессиональные бои по единоборствам, там один контингент. Допустим, людям нравится приходить, они смотрят там, как, кстати, спартанские бои, вот эта кровь, разбитые носы. Мы проводим, допустим, массовое обливание, это моржи. Это другой контингент людей. А вот этот функциональный многоборий, кроссфит, в моем понимании, намного больше людей охват идет, чем в первом или втором сегменте, который я сказал. То есть это обычные люди, которые поддерживают здоровый образ жизни и ходят в тренажерный зал там побегать, что-то покачаться. У нас даже веса специально выбраны намного ниже, чем в всероссийских турнирах по функционалям и многоборию. Илья, вот очень интересно узнать, вот какие профильные ведомства правительства Московской области и тех регионов, участниц, которые тоже представлены на вашем турнире, оказали вам помощь? Ну, допустим, если возьмем в Красногорске. Самая главная помощь ведомственная, да, это то, что мы стали победителем федерального гранта Министерства спорта Российской Федерации, который выделяется некоммерческим организациям. Мы его защитили, на это Министерство спорта дало грант. Чтобы насытить площадку, естественно, одного гранта мало. Поэтому пришлось обращаться к спонсорским моментам и непосредственно к главам субъектов. В Красногорске у нас на это еще тоже выделена субсидия, часть субсидий пойдет на нее. Министерство спорта Московской области предоставляет нам сцену бесплатно, потому что это тоже экономит какие-то средства. А так в регионах, как правило, занимается этим управление по физической культуре и спорту. Именно в четырех регионах остальных. Вот Ярополк очень часто проводит различные массовые мероприятия, спортивно-массовые мероприятия. Вот очень интересно узнать, какие вообще планы на этот год, на этот сезон или уже все? Вы знаете, наверное, если брать масштабные мероприятия, то, наверное, все. Я сторонник вообще того на будущее, чтобы себе сделать планку, чтобы мероприятия делать раз в квартал. То есть, чтобы четыре таких массовых мероприятия в год. На данный момент у нас пока вот только два. Это массовое обливание и кроссфит. Есть еще и единоборство, которое мы делаем ежегодный турнир по рукопашному бою. Это сборная России против сборной Московской области. Там определенное количество боев, но зрители приходят, потому что они там отдыхают. Потому что мы не только спорт показываем, бой за боем. Мы делаем какую-то развлекательную программу с элементами патриотики, с здоровым образом жизни. То есть, как надо быть правильным. Еще раз повторю, с эффектом 25-го кадра. Вот. После турнира у нас будут направлены все силы для того, чтобы 23 февраля мы смогли еще раз сделать нашу акцию «Быть здоровым». Это модно, это массовое обливание. Если в этом году было 7 регионов, то сейчас в планах увеличить до 15 регионов. А вообще, в целом, у Ярополка, наверное, знаете, такая мечта, чтобы 23 февраля, это был прям, это был закрепленный день за всероссийским флешмобом массового обливания. Не просто так. Мы в 2016 году выбрали обливаться в 23 февраля День защитника Отечества. День защитника должен отечеству быть сильным и здоровым. Холодная вода, она подразумевает под собой какую-то волю и непосредственно здоровье. Потому что обливание холодной водой, она закаливает иммунитет. Поэтому отвечу на ваш вопрос. В этом году это вот крайнее, как на моей прошлой работе, я привык говорить, нас научили не последней, а крайнее. Потому что крайнее подразумевает под собой, что что-то еще будет. Крайнее всероссийское. А в клубе непосредственно у нас будет еще много концертов, много мероприятий. У нас же еще при клубе есть своя музыкальная группа. Мы в стиле хип-хоп поем про спорт, патриотизм, здоровье жизни. В сентябре планируем и в Херсон съездить с концертом и по другим регионам. То есть внутренняя работа, внутренние мероприятия клуба, они постоянно идут. Постоянно. А если брать такие масштабные, то все. В этом году. Большое спасибо, Илья Сергеевич, за интересный разговор. Я хочу пожелать вам успехов в реализации вашего турнира. Пусть все пройдет так, как вот вы запланировали. А нашим зрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был Илья Шадриков, организатор турнира, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», мастер спорта по рукопашному бою, ветеран боевых действий, ветеран антитеррористического подразделения «Альфа» и депутат городского округа Красногорск. Вы смотрели интервью 360. Увидимся в наших эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok